В этом городе тихо и спокойно. Он не раз был в рейтингах самых безопасных столиц Европы. Все жители очень дружелюбные и кажется, что тут никто и мухи не обидит. Вот только Митья мог бы запросто с этим поспорить. Ведь ежедневно он помогает десяткам мужчин, которые подвергаются домашнему насилию со стороны своих жен. Добро пожаловать в Любляну. Это жизнь других. Любляна может и не так знаменита, как ее соседи Вена и Милан, но зато это одна из самых чистых и безопасных столиц Европы. Здесь практически нет брендовых магазинов, но зато легко можешь прийти в ресторан со звездой Мишлен. Здесь не принято хвастаться достатком, поэтому и миллионер, и трубочист, скорее всего, выберут себе подержанный автомобиль, чем купят новенький из салона. Здесь местные жители предпочитают фермерскую еду вместо еды из супермаркета. Что еще здесь принято и без чего не обходится жизнь других, мы сегодня все с вами и узнаем. Любляна – одна из самых старых и маленьких столиц Европы, расположенная между Средиземным морем и Альпами. Любляна совмещает в себе ритм современного города с провинциальным духом. И если бы я была одной из местных жителей, то, возможно, была бы женой социального работника Митии Света. Мы бы жили душа в душу, не зная, что такое ссоры и конфликты. А, возможно, я бы, как и крестьян подгорник, занималась своим бизнесом. Покупала бы фермерскую еду и передвигалась бы по городу на велосипеде. Но, скорее всего, родилась бы в семье городишник. Жила бы с родителями в одном доме, но на разных этажах. И занималась бы скандинавской ходьбой в свободное время. Но кем бы я ни была, возможно, мое существование началось бы именно в этой клинике, в том самом здании. Ведь 50% всех детей в Любляне появляются на свет благодаря искусственному оплодотворению. Данная процедура для всех граждан Словении бесплатная. Но есть ограничения. В случае первой беременности у женщины есть 6 бесплатных подсадок эмбриона. При всех последующих беременностях – 4. Каждая дополнительная попытка, превышающая это число, будет стоить от 2,5 до 3 тысяч евро. Но в 95% случаев 6 попыток достаточно. Таким образом, правительство Словении заботится о демографии своей страны. Также семейные пары могут обратиться в специальный банк за донорским материалом. И мужчины, и женщины сдают свой материал абсолютно добровольно, без какой-либо оплаты. Из-за того, что желающих среди женщин намного меньше, приходится заказывать яйцеклетки в Чехии или Словакии. Единственное, что запрещено в Словении законом – это суррогатное материнство. ИКО и сами роды для словенцев абсолютно бесплатные, благодаря налогам, которые они регулярно платят. Декретный отпуск длится 11 месяцев, и на протяжении всего срока женщины получают свою полную зарплату. Но как только этот срок подходит к концу, мамы возвращаются на работу, а 11-месячных детей уже ждут в детских садах. Так как в садик приходят дети с 11 месяцев, представляете, совсем малютки такие, то их вот выгуливают на вот такой коляске-аттракционе. Представляете, тут усаживают их всех, тут вот видите, как пристегивают, они же такие неваляшки. Вот, и гуляют с ней. Классная коляска. Так, надеюсь, не делают испытатели. В государственные детские сады ходят дети с 11 месяцев и до 6 лет. И график работы садика продуман так, чтобы родители не опаздывали на работу. В детский сад в Словении можно детей приводить с 5.30 утра. Представляете, я помню, что я вставала еле-еле в 7 часов, чтобы в 8 прийти. А тут в 5.30, если родителям надо идти на работу, ребенок должен быть уже здесь. Боже мой, бедные дети. Хотя, потом, наверное, они целый день спят здесь. Это так красиво. А сон здесь, как оказалось, по расписанию. Вот только кроватки не совсем обычные. Вот тихий час, дети спят, у них тут играет музыка такая. И дети спят вот на таких кроватках. Это дизайнерские кроватки. Местного дизайнера стоит 200 евро одна такая кроватка. И вот пока дети спят на своих дизайнерских кроватках, воспитатель сидит. После них 2 часа. И следит за их сном. Они пообидали. Возьмали дети. Потом встают и идут играть. Класс. Дизайнеры делают. Для них, слушайте, мне нравится. Ой, только задыхаюсь в маске. Короче говоря, уходим. Не будем уйти детей. Дизайнерскую кроватку. Сейчас покажу кому-то. Стоимость детского сада зависит от доходов семьи и количества детей. Поэтому может варьироваться от 0 до 365 евро в месяц. И в эту сумму, разумеется, включено питание. На обед сегодня было тунец, макароны. Я читала просто меню. Овощи, молоко дети пили. Ну и все. В каждом садике есть свой шеф. И на кухне работает 7 человек. Всего в садике 150 детей. Поэтому тут, видишь, готовят прям как в ресторане для них. Мне так лично в садике никогда не готовили. Правда, это было так давно, что я, конечно, уже не помню в мои дореволюционные времена. Но ничего. Каждый ребенок имеет право находиться в саду не больше 9 часов. Поэтому сразу после тихого часа к половине третьего дня родители приходят за своими детьми. И это вполне нормально. Рабочий день влюбления начинается, как правило, в 7 утра. А заканчивается в 3 часа дня. При этом обязательно должен быть перерыв на обед. И работодатель оплачивает этот обед. Обед, кстати, не перекусочка какая-то быстренькая, а полноценный обед. Первое, второе и компот. Вот так. Словения фермерская страна. И привычка вставать с петухами и начинать работать нам передалась от прадедов. С законом установлено, что рабочий день не должен превышать 8 часов. Поэтому раз мы начинаем работать в 7, то значит в 15.00 мы уже должны быть свободны. Иначе работодатель должен оплатить сверхурочное. В 7 утра в двери запросто может постучать курьер, который привез посылку. Пока я и практически все мои знакомые в 7 утра только открывают глаза, жители Любляна успевают к этому времени проснуться, позавтракать, отвезти детей в школу и приехать на работу. Кстати, о школах. Они также начинают работать ни свет, ни заря. С 6 утра школьники начинают приходить в школу. Первый урок начинается в 8 часов, и до этого времени каждый может перекусить и подготовиться к занятиям. Чаще всего в такую рань приходят дети до 12 лет, так как по закону они должны быть под присмотром. А мы, старшеклассники, можем поспать подольше и прийти перед самым началом первого урока. Вот вы вот так вот сидите, да? Вот так вот друг напротив друга, да? Да. Ну вы же можете списать друг у друга, если вдруг идет какая-то контрольная. То есть ты так можешь спросить у друга. На тестах нас обязательно рассаживают, и списать нереально. А, следят, да? Да. А, то есть, видишь, все продумано. А вы шпаргалки пишите? Ну, знаешь, что подсмотреть можно было как-то так. Сейчас все на телефонах, но если его достану, то сразу заметят и выгонят. Образование в государственных школах бесплатное. Родители платят лишь за экскурсии и питание. Учебный процесс может показаться нам до боли знакомым. Уроки длятся 45 минут, оценивание пятибальное. Вот только есть одно маленькое отличие. Я как вспомню этот кошмар, когда в школе получали мы двойки, что мы только не делали. И лезвием подтирали, и исправляли, и листки вырывали, только чтобы никто не узнал про эту двойку. А тут в школах дети вообще не переживают за оценку 2, потому что это положительная оценка. Ну, представляете, положительная. Аж бесит. Интересно, они их часто получают двойки? Ты двоечник или отличник? У меня в основном 3-4, но бывало и с двойками домой приходил. Ну, двойку надо пересдавать? Или двойка, это ты можешь идти дальше? Нет, с ней спокойно можно перейти в следующий класс. А вот с единицей все хуже. Двойка считается проходной оценкой. Она показывает то, что ученик усвоил половину материала и может двигаться дальше. Я спокойно отношусь к тому, когда мои дети получают двойки по точным наукам. Не всем же суждено стать великими математиками и химиками. Гуманитарии тоже отлично устраиваются в этой жизни. Ну, а вообще сложно тебе учиться? Я учусь только потому, что так надо. С удовольствием будет делать что-то другое. Никому не нравится учиться, что ты думаешь, что один такой. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы каждый ученик усвоил материал. Мы до последнего объясняем, пока абсолютно каждый не поймет. Ну, чтобы один ученик не задерживал весь класс, но при этом все все поняли, классы начали делить на группы. В большинстве школ детей делят по успеваемости. Но ни дети, ни мы родители не знаем, кто в какой группе, чтобы никто не чувствовал себя хуже других. Никто не чувствует себя ущемленным и при поступлении в университет. Ведь высшее образование здесь бесплатное. Во многих странах получение диплома превращают в бизнес, на котором неплохо зарабатывают. В Словении же не надо всю жизнь откладывать деньги на университет для ребенка. Благодаря налогам, которые исправно платят все жители страны, высшее образование доступно всем и каждому. Важно лишь хорошо учиться. У каждого студента есть три попытки, чтобы сдать экзамен. Каждая последующая пересдача будет стоить 50 евро. Также каждый студент может бесплатно сменить свой факультет на другой и взять дополнительный год обучения. Если студент будет менять факультеты как перчатки, проваливать экзамены или не вкладываться в сроки, то он может лишиться права бесплатного обучения, и тогда каждый год ему придется платить около 1000 евро. Но таких горе-студентов единицы. Ведь для комфортной учебы здесь есть абсолютно все. Даже если ты обожаешь звезды. В Любляне проживают 290-300 тысяч жителей. Но даже этому небольшому месту очень интересны огромные космические просторы, которые они изучают прямо в университете. Красота! Вся аппаратура в этой комнате стоит 500 тысяч евро. И профессоры Люблянского университета самостоятельно все это спроектировали. А студентам остается лишь этим пользоваться, хорошо учиться и делать новые открытия. Все необходимое для учебы нам предоставляет университет. Из расходов только ланч за 4 евро, некоторые учебники по 50 евро и общежития, в которых живут приезжие за 80 евро в месяц. Порой даже на транспорт не надо тратиться. Ведь многие из нас пользуются общественными велосипедами, которые практически даром можно взять в аренду. Гостиница «Ради Сонблю» находится в самом сердце Любляны. И идеально подходит и для туризма, и для бизнеса. Удобные номера на любой вкус. Конференц-залы и переговорные. Терраса на крыше с великолепным видом. А также большая парковка и ресторан. Сделают вашу поездку в Любляну незабываемой. А еще к вашим услугам большой торговый центр с массой магазинов и зонами отдыха прямо рядом с отелем. В Любляне есть два вида общественного транспорта. Один автобус и один велосипед. Представляете, у каждого жителя есть вот такая карточка, которая стоит 3 евро в год. Он приходит с этой карточкой вот к такому автомату. Он прикладывает эту карточку. Значит, тут потом выходит код. Ты нажимаешь свой код, у каждого свой код. Так, вот я нажала. И он тебе предлагает выбирать велосипеды. Ты выбираешь, например, «Хочу велосипед номер 3». Нажимаешь. И дает тебе несколько секунд, чтобы ты пришла и забрала. Вот мой номер 3 велосипед. Нажимаешь и... Вот сразу видно, что я не житель Любляны. Ой, черт. Оказалось, что я неправильно вела код. Ну, с кем не бывает. Дубль два. Другое дело, так сказать. И все. Твой велосипед на час. Едь куда хочешь. О, мама миа. О, мама миа. О, господи. О, нет. Нет, все-таки, если бы я была жителем Любляны, я бы, наверное, все-таки ездила на автобусе. Ой, 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 пожалуйста. В Любляне также есть небольшие бесплатные автобусы, которые перевозят жителей в пределах центра города. Чаще всего ими пользуются пенсионеры. Но если вы такие же великие велосипедисты, как и я, но автобусы вас не устраивает, то можно купить собственный транспорт. Вот только истинный славенец пойдет за ним не в салон, а присмотрит на сайте поддержанных машин. Как только новенькое авто выезжает из салона, оно сразу же теряет половину стоимости. И скажите, пожалуйста, чего ради нам переплачивать? Будь ты бедный или богатый, все славянцы очень обдуманно совершают покупки и не станут тратить большие суммы, если можно сэкономить. Кристиан Подгорник хоть и наследник обеспеченных славянцев, но также не решился переплачивать за машину и салоном. Неужели все богатые славянцы такие? И какие правила и традиции еще водятся в кругах местной элиты? Я вот хожу по Любляне и вот я смотрю, что тут как-то очень сложно отличить, знаешь, обеспеченных людей от среднего класса. Они как-то все одинаково выглядят, понимаешь? Тут есть вообще как-то обеспеченные люди? Как их можно отличить? Ты можешь понять глазом, видишь или нет? У нас маленькая страна, и многих я знаю в лицо или лично. Поэтому запросто могу сказать, у кого какой достаток. Но при этом у нас не принято высовываться и выделяться из толпы. Из-за этого тебе, Жанна, сложно понять, кто есть кто. Ну, подожди, хорошо, но если вот на что ты можешь тратить деньги, когда они у тебя есть, если нельзя высовываться? Потому что, ну вот в других странах, если есть у человека деньги, да, ну вот у девушки, она обязательно купит брендовую сумку, которая стоит там несколько тысяч евро. Купит какую-то дорогую машину, чтобы все видели, что, знаешь, Ламборджини это классно. А тут, получается, нельзя высовываться, ты купишь какую-то себе драндулетку, даже имея деньги. Лишь единицы обеспеченных словенцев тратят деньги на дорогие вещи. Чем больше у тебя денег, тем более обдуманно и рационально ты совершаешь покупки. В Любляне нет брендовых магазинов, поэтому многие обеспеченные люблянцы едут на шоппинг в Милан или Вену. Но при этом в нашей столице есть ресторан со звездой Мишлен, куда они с удовольствием ходят на ужин. Но все мы люди и время от времени даже славянский богач совершают импульсивные покупки, чтобы себя немного порадовать. И на полке я нашла купленную на аукционе фотографию с автографом Софи Лорен. У нас стоят портреты бабушек, дедушек, а вот тут фотография Софи Лорен. Боже, вставь, прячь ее, красотку. Крестьяну 29 лет. Он живет вместе со своими родителями и братом в одном большом доме. И занимается очень необычным бизнесом. Я занимаюсь производством оливкового масла с золотом. Подожди, оно для красоты или его поливать надо салат? Его можно добавлять в пищу, поливать им мясо или рыбу. И получать еще больше удовольствия от еды. Еще раз повторяю. Для тех, кому что-то вдруг помешало или отвлекло. 29 лет. Оливковое масло с золотом. Да? Салат с золотом можно поливать. Чем угодно. Господи, да ты сам на вес золота. Я тебе хочу сказать. Многие богатые люди живут скромно, не показывая своего достатка, так как знают, что славянцы завистливые и им очень сложно порадоваться за более успешного соседа. Раз уж я вам так разрекламировала жениха, давайте же узнаем, о каких девушек любят местные парни. Назри мне вот три качества девушки, которая прямо в Словении считается красоткой. Я очень люблю ухоженных девушек, которые держат себя в форме. Но при этом важно, чтобы они были амбициозными, целеустремленными и, конечно же, не глупыми. Так ты просто сейчас описал меня. Господи, ну я уже, извини, замужем, что я могу тебе предложить. Ну, нас смотрят миллионы, так сказать. Так, все записали, за собой ухаживать, иметь амбиции, мысли красивые. Вот только в Любляне финальный выбор все равно будет за девушкой. Помните песню про девчат? На 10 девчонок по статистике приходится 9 ребят. Так вот здесь бы эту песню вообще никто не понял, потому что тут все наоборот. Мужчин больше, чем женщин. И именно им приходится заниматься спортом, следить за своей внешностью, потому что нужно понравиться девчонкам. Хорошая статистика. В Словении частенько бывает так, что последнее слово за женщиной. Нет ничего удивительного, когда во время семейной поездки в горы, которые очень любят жители Любляны, за руль сядет жена. А муж тем временем будет присматривать за детьми. Нередко именно женщины являются инициаторами расставания и разводов. Разводы в Любляне, как и во всем мире, случаются по одним и тем же причинам. Измены, отсутствие любви и полное отсутствие понимания. Но чтобы в таких ситуациях не страдали дети, они по решению суда проводят одинаковое количество времени и с папой, и с мамой. Если родители разошлись мирно, и каждый из них может обеспечить комфортные условия для проживания своих детей, то они живут по очереди, две недели у мамы, две у папы, чтобы каждый мог принимать равносильное участие в их воспитании. Но мирный развод бывает лишь в половине случаев. Думаю, вам будет сложно в это поверить, но очень часто мужчины обращаются к нам из-за того, что их жены совершают над ними насилие. Я, слава богу, с таким не сталкивался, но не раз слышал от друзей такого рода истории. Мне было очень сложно представить, что же может вывести из себя жители Любляны. Поэтому я решила просто задать им этот вопрос. Я даже не знаю. Затрудняюсь ответить. Нас невозможно вывести из себя. Раз уж мне с вами жители не смогли мне дать четкий ответ, я пришла с этим вопросом к работнику социальной службы, который ежедневно общается с пострадавшими мужчинами. С виду все очень спокойные и мирные, никто открыто не скажет о своих скелетах в шкафу. Но поверьте мне, дома за закрытой дверью могут происходить страшные вещи. И только в последнее время люди понемногу перестают молчать о своих проблемах и обращаются за помощью. Я знаю социальные службы, которые помогают женщинам, детям, животным. А вот социальная служба, которая помогает мужчинам, честно сказать, я первый раз слышу о таком. Действительно, мужчины приходят к вам за помощью? Наша организация помогает всем, но в последнее время мужчин стало гораздо больше. Дело доходит до суда. Тема насилия. Если, например, мужчина виноват, то в принципе он будет наказан. А если вдруг будет доказано, что в насилии виновата женщина, ее накажут как-то или нет? Если вот она издевалась над мужчиной. Наказания равны как для мужчины, так и для женщины. За психологическое насилие могут выписать штраф до 100 евро и отправить на курсы по управлению гневом. А вот за физическое насилие грозит тюрьма. Существует много споров на тему насилия. Кто-то даже утверждает, что жертва может быть виновата сама. Но как специалист в этой сфере могу сказать вам лишь одно. Насилие ничем нельзя оправдать. Запомните это. Организация, в которой работает МИТСЯ, помогает пострадавшим как психологически, так и юридически. Ведь в такие тяжелые моменты бывает очень сложно собраться в кучу и защитить себя от насильника раз и навсегда. На ваш взгляд, вот здоровые партнерские отношения, вообще, вот в чем они заключаются? Как искоренить проблему насилия вообще в семье? И возможно ли это? Важно разговаривать, не таить обиды друг на друга, слушать и слышать своего партнера. Если нужна помощь, обращаться к специалистам и никогда не доказывать свою правоту кулаками. Не считая властных женщин и пострадавших от них мужчин, Люблянус спокойный и тихий город, который не раз лидировал в рейтингах самых безопасных городов Европы. В сравнении с другими большими столицами жизнь в Любляне безопасная и комфортная. И многие туристы, которые приезжают к нам, могут запросто это подтвердить. Сводки полицейских новостей пестрят заголовками. Полицейские спасли котенка, который не мог слезть с дерева. Или полицейские нашли корову, которая пропала у местного фермера. Вот такие вот новости у местных полицейских. Потому что ничего больше и страшнее этого тут не происходит. Сколько там? Несмотря на все спокойствие, преступность все равно есть. Случаются различные преступления на почве алкогольного опьянения. Есть и воровство, и взломы, и мелкие разбои. За прошлый год было совершено 4 убийства на всю Любляну. Но по сравнению с соседними странами это капля в море. И жители чувствуют себя комфортно и защищенно. Если кто-то потеряет телефон или кошелек в общественном месте, то его никто себе не присвоит. Его отнесут либо в ближайшую кофейню, либо в полицейский участок. Никто из нас не боится гулять по ночному городу. И я даже не знаю таких районов, где могло бы быть опасно. Возможно, все дело в сознательности жителей Люблян. Ведь они не только не нарушают порядок, но и помогают остальным жителям города. Если вы работаете, не знаю, банкиром, менеджером, учителем, а всю жизнь хотели быть пожарным, то, живя в Словении, пожалуйста, вы даже будучи пухленьким парикмахером можете быть пожарным. Интересно, пухленькая ведущая может быть пожарным. Сейчас узнаем. Интересно. Абсолютно любой желающий может стать волонтером в пожарной части. Вам проведут подробный инструктаж и научат правильно тушить пожар, оказывать помощь тем, кто попал в аварию, расскажут, как спасать людей, если горит дом, и многому другому. А каждый год будут тестировать и подтверждать вашу квалификацию. Каждый волонтер получает форму и пейджер, на который поступает сигнал о тревоге. Если волонтер находится в этот момент не на своей основной работе, он тот же выезжает на помощь. Пять дней в неделю, с 7 до 15, я работаю механиком. Но как только мой рабочий день заканчивается, я всегда на чеку. На случай, если меня вызовут на службу. Симон и другие пожарные волонтеры трудятся на общественных началах, ведь для них эта работа – дело чести. Словенцы – удивительные люди. Они сочетают в себе столько противоречивых качеств. Например, при всей своей открытости и готовности бескорыстно помочь другим, они могут быть отвратительными соседями и постоянно писать друг на друга доносы в полицию. Берни с мужем, двумя детьми и четырьмя собаками 13 лет живут в своем частном доме и ни разу не сталкивались с такой проблемой. И вот в чем секрет. Я слышала от друзей о воинах с соседями, но сама ни разу не сталкивалась с такой проблемой. Я считаю, что если ты будешь уважительно относиться к соседям, будешь с ними добрым и приветливым, то и в ответ получишь то же самое. То есть вы не оставляете никаких вариантов вашим соседям, чтобы только... То есть хочешь, чтобы к тебе были люди открыты, будь сам открытый к ним, а не то что-то сидеть и писать, а не шумят после 11. Так, понятно. А где вот твой муж? Он писатель, поэтому постоянно закрывается в своем кабинете и подолгу работает. Пишет и создает новые шедевры. Ой, слушай, хорошо, что его сейчас нет. Я вот как раз вот хотела спросить у тебя. Мне сказали, что здесь женщины главные. Это правда? Да, это классическая для нас ситуация. Женщины взвалили все на себя и теперь несут этот тяжкий груз. Не слушайте ее, она преувеличивает. Услышал, ведь книгу пишет и все... И все услышал, ты понимаешь? Как бы там ни было, в каждой славянской семье есть общий бюджет. Если оба работают, то каждый вносит свою лепту и тратит на то, что считает нужным. И при этом никто из-за этого не ругается. На коммунальные услуги ежемесячно уходит около 300 евро при площади домов 220 квадратов. Все жители нашей страны могут без страха пить воду из-под крана, ведь она кристально чистая. А также все обязательно сортируют мусор. И благодаря сознательности славянцев Любляна была признана самой зеленой столицей в восточной части Европы. Несмотря на то, что дети Берни и Бранко достаточно взрослые, пока они не закончат университет, они точно будут жить с родителями. Да что там? Скорее всего, даже когда выйдут замуж и женятся, тоже не покинут отчий дом. Ведь здесь так принято. Сказали, что они живут с родителями, а потом, когда они женятся, то будут жить где-то на втором этаже. Если сын приведет жену, а дочь мужа, то каждому здесь найдется место. Пока они учатся и становятся на ноги, мы с мужем готовы им всячески помогать. Очень часто в Любляне и по всей Словении в двух- или трехэтажных домах могут жить несколько поколений одной семьи. Внизу самые пожилые, чуть выше их дети, а на верхнем этаже их внуки со своими семьями. На каждом этаже могут быть даже установлены отдельные счетчики, чтобы каждый мог оплачивать коммунальные услуги сам за себя. Словенцы очень семейные, поэтому стараются держаться рядом, друг с другом и не переезжать далеко. Ты говорила, что вы тут празднуете дни рождения. А кто готовит, ты или вы заказываете еду? Мы распределяем обязанности по кухне и с удовольствием готовим все сами, своими руками. К тому же, большая часть продуктов, которые мы покупаем, фермерские, ведь мы любим натуральную и домашнюю еду. В какую минуту вы бы не зашли в гости к словенцу на его столе или в его холодильнике, обязательно будет фермерская еда. У многих жителей Любляны, бабушки или дедушки живут за городом, и у них обязательно есть домашнее хозяйство. Поэтому они с детства привыкли к натуральным продуктам без консервантов и химикатов. Даже те славянцы, которые не любят фермерскую еду, все равно купят ее. Ведь здесь принято поддерживать местного производителя. И сегодня я приехала на одну из местных ферм, чтобы показать вам, что такое домашнее хозяйство по-славянски. В Словении очень распространено фермерское хозяйство. И сюда приезжают отдыхать не только туристы, но на выходные приезжают и местные жители. Они тут могут даже остаться в номерах. Тут есть гостиничные номера. Тут можно просто подышать воздухом. Тут можно съесть вкусную, фермерскую, домашнюю, только домашнюю еду. А вот здесь, видите, за забором, там находится лес, и три гектара земли тоже принадлежат этим фермерам. И вот эти животные, которые тут в этом лесу размножаются, они тоже принадлежат им. Олени, козы. И вот, в принципе, когда нужно сделать домашнюю колбаску. Такова жизнь, как говорят. Привычных для нас коров, коз, овец на этой ферме не держат. Абсолютно вся продукция готовится из мяса диких животных, которые живут в лесу, огражденным забором. Но на семейной ферме у Дамьяны действуют строгие ограничения. Чтобы бизнес процветал, и мы могли еще не один год радовать наших гостей вкусными колбасами, в год мы можем подстрелить не больше десяти оленей и не более одного дикого жеребца. Но это еще далеко не все ограничения. Всем фермерам, которые держат не только хозяйство, но и небольшие гостиницы, запрещено кормить гостей чем-то, кроме фермерской еды, выращенной в этом регионе. Так что при всем желании ни креветок, ни кальмаров мы подать не сможем. Но скажу вам, и без морепродуктов тут голодным не останешься. И так, славянский национальный стол, как говорится. В общем, на обед они очень любят съесть колбасу кровяную, домашнюю, только домашнюю, не пойти в магазин купить, только дома все делают. Кислая капуста, терпеть ненавижу, но говорят, людям нравится. Колбаса тоже вся местная, представляете, тут мясо, сало, все местное. Картошка, как они мне рассказывают, что это национальное блюдо, жареная картошка с луком и с салом. Национальное славенское блюдо, чтобы вы это не думали там себе что-то другое. Перед этим надо обязательно выпить или бокал вина, или ликер. Все собственного производства. Никто не идет, не покупает это где-то, потому что зачем? Это все здесь растет, все можно сделать. Если славянцы начинают есть, то первым и вторым они не ограничиваются. Ведь как можно обойтись без десерта? Дальше идет сладкое. Вот это, чтобы вы понимали, свекольный шоколадный торт. И свеклы. Я такого никогда не видела. Значит, тут у нас пирог с изюмом и пирог и творог со шпинатом. Ой, ребята, я, честно сказать, конечно, обожаю свою программу вести и вас обожаю, но извините, посидите на диване без меня, потому что у меня тут картошечка, колбаска, господи, вот это я люблю. То есть сейчас самый главный бедный человек в мире это мой оператор, потому что он всегда должен снимать, когда я пойду есть. Что, ручки трясутся? Картошечка, ох, кровяночка, пошла. Ну все, пока. Но за всей этой домашней едой не надо ехать на деревню к дедушке. Ведь и дедушки, и бабушки, и все, кто занимается фермерством, сдают свою продукцию в супермаркеты, которые находятся под боком у каждого жителя Любляны. А сколько это удовольствие стоит, я вам сейчас расскажу. Фермерская колбаса в супермаркете стоит, сейчас я вам скажу, 9 евро 30 центов за 310 грамм. Копчененькая, свеженькая. Дальше, другие колбаски такие стоят 5,45 за 200 грамм. копченая колбаса, сосиски, фермерские, да, 3,49 318 грамм. Выходит, что килограмм домашней колбасы обойдется словенцу примерно в 30 евро. Кило сосисок можно купить за 10, а вот килограмм сыра будет стоить от 15 до 20 евро. Литр фермерского молока стоит 3 евро. Йогурт 1 евро, а творог 2,49 центов. И, несмотря на то, что вся фермерская еда в полтора, а то и в два раза дороже обычной, самый большой плюс ее в том, что... Ах, аппетит разыгрался, так сказать. Насколько бы колбасы и сыра не было на столе, без хлеба никуда. Словенцы настолько любят хлеб, что некоторые пекарни работают практически круглосуточно. С 5 утра и до 12 часов ночи. Работы у пекарей много, но после вычета налогов от зарплаты остается всего 1000 евро. Столько же зарабатывают начинающие учителя, и в будущем их доход вырастет до полутора тысяч. А вот врачи стабильно получат 2-3 с половиной тысяч евро. Каждый, кто исправно платил налоги и отработал хотя бы 15 лет, после 65 может смело претендовать на пенсию. В среднем она составляет 500 евро, и лишь единицы получают до 3000. Выражение «старость не радость» у славянцев не существует. Ведь у многих из них во время пенсии открывается второе дыхание, и им некогда сидеть без дела. Как, например, моему новому другу Бойну, к которому я присоединилась за скандинавской ходьбой. А сколько вам лет? Мне 65. Да ладно! Да. Вы точно? Да. А паспорт у вас есть с собой? Не верю. Вы выглядите как 42-летний. Подожди, но почему вы так хорошо выглядите? Вы спортом занимались? Или правильно питались? Или... Может, вы не нервничали? Спорт, лыжи, велосипед, правильное питание. Могу перечислять долго. Ну, хорошо. И чем вот вы занимаетесь, кроме того, что вы ходите с палками с этими? У меня есть дети, внуки, и все свое свободное время я посвящаю им. Мы играем в активные игры, ходим в горы, занимаемся пинг-понгом. Вы точно пенсионер? Вы сейчас перечислили какую-то очень активную жизнь для человека на пенсии. Хорошо, спрошу по-другому, что у вас болит? Грех жаловаться, все в полном порядке. Вам точно 65? Как-то тут что-то не вяжется. Воин всю жизнь проработал автослесарем и теперь каждый месяц получает тысячу евро. Говорит, что для того, чтобы ни в чем не нуждаться, на старости лет ему даже не пришлось ничего откладывать. на черный день. Ой, а так живут все пенсионеры или это только вот такой один есть на всю Словению? Мы живем в экологически чистой среде, поэтому многие старики у нас живчики. Разве что пара-тройка друзей жалуются на какие-то болячки. Ой, слушай, у меня все подружки болеют, знаешь, они еще им жить и жить до 65. Пока я на секунду задумалась, о неминуемой старости отбойно изюм простой. Это самое, Бояна, это еще очень прошу прощения, а вы тоже не пенсионеры? Не могу понять, как-то я не спалка, но как-то даже за вами не успеваю. Старте! Но даже будучи сильным и спортивным, рано или поздно все мы уйдем в мир иной. И похороны в Любляне, как и во всех странах мира, процесс печальный и неизбежный. Весь процесс похорон в среднем обходится в полторы тысячи евро. И каждый год необходимо платить 38 евро за аренду места на кладбище. И этого расхода не избежать. Ведь даже если тело кремировали, урну с пеплом хранить в домах запрещено законом. Но во всем этом безрадостном событии некоторые славянцы находят небольшой плюс. Кладбище, ну мы все знаем, что это место, куда люди приходят для того, чтобы попрощаться, для того, чтобы поговорить с ушедшими любимыми, родственниками. Но здесь в Любляне это место, где люди встречаются и развиваются новые романтические отношения. Да-да. У славянцев принято чуть ли не каждый день приходить на могилы к своим близким. Поэтому люди здесь уже знают друг друга. И часто между каким-нибудь пожилым вдовцом и какой-нибудь немолодой вдовой могут начаться отношения. Даже когда жизнь забирает у вас самые главные и ценные, она обязательно вознаградит вас вновь. Надо лишь набраться терпения и ни при каких обстоятельствах не опускать руки. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Жизнь в Любляне спокойная и размеренная. И может показаться, что совсем не похожа на столичную. Ведь весь город можно объехать на велосипеде, а местных жителей невозможно вывезти из себя. Здесь рабочий день может заканчиваться в три часа дня. И в свободное время местные жители, скорее всего, не будут лежать на диване, а пойдут заниматься спортом. Но какие на самом деле славянцы могут рассказать только они сами. Мы открытые. Мы честные. Трудолюбивые. Мы любим изучать иностранные языки, но порой не находим общего языка с соседом. Мы целеустремленные, но временами обидчивые. Мы не умеем хвалить, но умеем помогать. И абсолютно каждый из нас любит свою жизнь и наслаждается ей. идеальных людей нет. Мы делаем добрые дела, но иногда совершаем ошибки. Для одних мы самые лучшие, для кого-то самые добрые, а для кого-то и глупые. Но все мы уникальны. Возможно, именно поэтому жизнь других нам иногда напоминает нашу собственную. любовь. Редактор субтитров субтитров